Теперь самое интересное начинается. Ольга Исакова ответила Юрия Железова. Был спор с ползостоки вплоть до оскорблений. Вот. Почему он возник, я ниже покажу, кто послужил этим самым запалом. А пока моя практика, моей жизни. Нет, уже ряд ученых перешел на это, на новую, назовем новую технологию. Назовем ее щадящую. Вот. Надеюсь, Ольга перейдет. Исакова. Ну, а про спор мы не будем. У меня праздник. Она согласилась выслушать мои ответы на ее пять вопросов. В общем, смотрите, у нее регалит достаточно. У меня тоже их хватает. Но они мои. Их нельзя пощупать. Вот. И получается так, что я сейчас Ольге Исаковой и ее подруги, Наталья Медведевой. Ну, подруга, может быть, они не подруги. Ну, второй опторитетнейший садовод, Наталья Медведева, которая переписывали с Юрием Жерезовым на страницах. Очень огромный, можно сказать, канал. Я не знаю, как точно называется. Буду звать канал. С моим братом. Вот так. И вот это мой праздник. Все-таки. Все-таки. Свершилось. И я подумал так. Мы так в бесконечности можем пикироваться. Она будет говорить. Обрезка полезная. Я буду говорить вредна. И наоборот. Я не об этом. Я хочу с ней подружиться. Вот. Был бы моложе. Еще бы, знаете как. Смог бы. А пока отношение моей к ней сказать какое. Сейчас скажу. Вот. Пуришневые сады будем изучать. Будем. И тут я вспомнил вот эту песню. Это самая красивая в мире песня. А содержание ее я не смогу, конечно. Весна иде красу неси. А в той краси родивсе. Доню моя учему речь. Так вот. Девчата у меня моложе. Пусть там не авторитетно. С высоты моего возраста. Ольга и Наталья. Вы для меня и та Доню и та Доню. Вот. Переводите на русский язык, что это значит. Надеюсь, вы поняли. Вот. И я собираюсь подружиться с вами. На полном серьезе. Я не буду выставлять себя сейчас сильно умным. Я просто дам информацию, как мы шутились на размышлениях. Ольга Исхакова, Наталья Медведева. Вы нам нужны. У нас уже есть примеры, потом будет ниже. Когда уже ученые. Ну как. Они не то, что там парикада какая-то между нами. Вот. Но. Именно дружить. Давайте. Поехали. Сейчас будет рутина. Почему? Вы знаете. Десять дней назад. Пятнадцать. Мне пришлось спасать человека от смерти. А ребенка этого человека. От. Детского дома. Который бы там чокнулся. Есть такие дети. Вот. Примерно пришлось выложить сорок тысяч. Я прошу у вас прощения. За то, что я начинаю. Ну. С этого. Как сказать. Начинаю я. Немножко с коммерцией. Мне самому стыдно. Потому что вы скажете. А. Ну все. Началось. Но это все пригодится вам. Я собираюсь вам подарить косточки Мазурского абрикоса. Косточки Амурова Артема. А сейчас будут фотографии. Я на полном серьезе. Не то, что с барского плеча. Ну. У Ваулина. Результаты. Я в шоке. А я же вам показывал. А может быть предпоследним показывал. Ну. Немножко еще покажу. Ну. Дайте мне возможность. Немножко это. Хотя бы чуть-чуть. Это. Дырявый карман. Чуть-чуть наполнить. Смотрите. Вот это вот. Только сейчас я занимаюсь рассылкой. Сейчас костик и цинков. Так. И вот мне. Женщик задавал вопрос. А на каком основании вы с меня берете. Она назвала цифру 800 рублей за пересылку. Это важно. Потому что сейчас это всем, кто за картой касается. Я это точно проверил. Нет. Там была цифра не такая. Там была цифра. Разница. Разница. То есть это. 485 рублей взялся. Почему? Живет на Сахалине. Смотрите. Это очень важно. Потому что кто-то же молча. Асказ. Пару сотен себе в карман. Понимаете. Это для меня важно. У меня же есть уж быть этим примером. Уже без этого. Без пятнышек. Смотрите. Я сейчас буду показывать. Панова Жанна Вячеславовна. Сахалинская. А та женщина, которая мне позвонила. Она Владивостокская. Смотрите. И цифра. 653 рубля перешилка. Видите? А самая главная волшебная цифра. Знаете в чем? Весна. За 4-5 дней я умудряюсь вам это доставить. Вот эта цифра сейчас. Не цифра. Способ. Системы ускоренной почты. Самый директор. Как они умудряются за 4-5 дней доставить? Ничего не выдумал. Одна. Причем. Заметьте. Вы будете тут же смотреть даты. Мне некогда. И убеждаться, что это все подряд. Это не то, что за год выбрал. А за последнюю неделю. Так. 594. Знаете куда шла? Это все тут десяток черенков и немножко косточек, семечек. А как правило в среднем. Регион. Иркутская. Иркутская. Это знаете тут вот на лошадях ездили. Ну напрямую. Дорога. Кто знает. Это. Табакан, Тайшет. И еще немножечко. Это. На велосипеде. И уже в Иркутском. Видели? 600 рублей. Без тишет. Так. Вот. А я-то с вас беру 300 и 400. Почему? Еще смотрю. Далеко ли вы живете? 607 рублей. Вы знаете куда шла? Чепилкин. Татария. Еще ближе. Сразу за Уралом. Волга. Еще. 653. Сахаринская. И это еще не самое. Чуть была бы тяжелее. Тянула бы на 800. До Рудков. До Рудков. 607. Знаете где живет? А, Юрий Железов, брат мой. Рядом с тобой. 607 рублей. Вот. И я должен немножко очиститься. Ведь это не первая она. Возмущается. 594. Сергеев. Свердловская. Свердловская. Урал. Совсем рядом. Вот. Еще одна. Это везде, где хоть пару щенков есть. Бабкино. 540. Санкт-Петербург. Это еще мало. Санкт-Петербург обычно так же, как Сахалин. Вот. Это я и хотел сказать. Значит. Прошу на меня не обижаться. Я просил эту даму. Она говорит. Не, не надо ничего показывать. Ну, в общем. Немножечко отмылся. Это очень тяжело. Поверьте. Когда. Почему? Там ниже будет злющее письмо. Вот. Вот это вот. Рекалина Александр Петрович. Да. Я хочу. Девчата. Извините. Я по возрасту. Я имею право с вами так разговаривать. Только по возрасту. Не по званиям. Вот. Не по этим самым. Вот. Сами меня обзывайте металлургом. Но я уже не обижаюсь. Мне, наоборот, подчеркиваю. Если же металлург на такое способен. То у вас большое будущее. Итак. Человек. Который. Я буквально быстро. Быстро. Еще раз. Человек. Который мог бы стать министром сельского хозяйства. Он бы мог стать министром науки и высшего образования. Он мог бы стать хотя бы директором института. Хотя бы. Или там мэром такого города. Где можно превратить город-сад. А здесь. Да это годы жизни проходит. Вот. Это убеждает кого-то, что тут можно туристический бизнес развивать. Ага. В нашей стране разговерешь. Вот. И вот я пишу. Ему бы. Вот. Железов Сергей. Агроном. Лучше. На первый курс университета в Красноярске не взяли. Сказали гони монету. Он же лучший по качеству воровской степепитомник. Он же агроном. Вот. И справка у него есть. Это шутка. Помните в фильме. И справка есть. И сам стоит за прилавком. Продавая. Нет. Не саженцы. А пиво. Вот. А это вот Елена Александровна Савиниц. Она. Так сказать. На нашей стороне. Сто процентов. Теперь в нашу секцию она вовлекла еще несколько человек. А почему в секту обозвали? А мы не обижаемся. Вот. Слово секта. Как потом оказалось в Википедии. Она совершенно не обидная. Это единомышленники. Вот. Готовит сборник. Девчата. Вы тоже можете это. Готовит сборник. Работ. А в этом сборнике три автора. Савинич. Вот она. Железов. И профессор Матвеева. Вот. Ну. Почему я с вами общаюсь. Почему хочу дружить. Нас мало все равно. И мы с Сибири. И живем в колонии. Кто не знает. Нам не развернуться никак. Не бесполезно. Пройдут годы и десятилетия. Садов не будет. Уже поэтому. Вот. Как я отношусь к вам женщины. Сказать. Вот. Я отношусь. Это касается Елены Савинич. Это касается и Ольги. И Наташи. Вот. Ну это как бы сейчас. И настоящая наука. Савинич сейчас на данный момент. Аспирант. И настоящая наука. И в то же время женщины. А я всегда говорю. Я придерживаюсь принципа. Что. Если женщина виновата. Извините перед ней. И я перед вами извиняюсь. Почему? Если возник спор. Если мы с братом. Что это самое. Оказались на противоположной стороне. Это только потому. Что я жаль за плохо объясняю. Мало еще фактов. Но уже еще больше фактов. Уже чудеса уже есть. Но половина из них. Это миф про меня. Помните? Миф этот. Вот. А на самом деле ничего нет за моей спиной. И вот получается так. Вся надежда теперь на то. Что мы объединим усилия. А где-то вы меня прослушайте. Где-то я вас. И давайте дружить. На полном серьезе говорю. Вот. Ирина Александровна. Может быть. Среди ученых была бы группа. Которая придерживается. Вот этой вот. Ну назовем. Сидящей технологии. Может когда-то эта группа. Уже в виде член-кора. Докторов. Это я про вас. Девчата. Вот. У нас сейчас. Мужики уходят на второй план. Потому что их. В памперсах воспитали. Но это другой разговор. Вот. И получается так. Что. Больше некому. Я вынужден начальнее писать. Вроде и ученый должность. Но это как взять на работу профессора. В детский сад. Подтирать задницу малышам. Вот. Даже. Сейчас как-то прорыв нужен. Что вот. Вы кандидаты науку. В эти мере ажекции. Вот. Только перейти на сидящую технологию. Так. Обзавестись нашими клонами. Которые все-таки существуют. Поверьте. Вот. И. Такой прорыв можно сделать. Я вас приглашаю для этого. Ну. Савини, Железов. Ну. Матвеева. Вот. Мы ученые друзья. Доскобилов. Глубокий пенсионер. Бойкова на пенсии. Вот. Еще одна дама. Которая в Сибири. Считается главной. Ведущей. Ученых. Ехала в соседнем купе. Отказалась со мной встретиться. Почему? Не потому что она знает о такой же жизни. А потому что знает о такой же жизни. Она отказалась встретиться. Через ее этому коллегу передал. Я говорю. Вот где я. Может она задет. Нет. Вот. Пока так. И все равно я надеюсь. Я поэтому написал. Человеку способному изобрести согласие. Экскаватор дает лопату. Все вы. Я же. Все равно же это самое. Вас не отнимешь. И образование. И ум. Вот. И мы. Это все. Люди способны изобретить экскаватор. А мы все лопаты. Вот. Он Сергея показал. Пивом торгует. Вот. Елена Садовна. Пока она выбьется в люди. Уже и на пенсию пора. Вот это вот. Я не мог удержаться. Помните. Как-то. Самоизоляция. Да. Я просто пнул по ходу. Не вас. С вами. Дружба. Все. Сама система. Почему вы не нужны. Девчата. Сама система образования такая. Что. Вот это вот. Я вот тут написал. Смотрите. Автору программы. Надо морду набить. Вот. Прямо. В прямом смысле. Вот. Все говорят. Что ты экстремист. И людей не жалеешь. Ты для этого. Поэтому. Посмотрите. Это заставляет детей учить. Заканчиваем школу. Все забыли. И не знаем. Что теперь с нашими детьми будет. У меня ребенок. Класс. В школу ходить не хочет. А он умнейший парень. Все мои дети. Вот я вам показывал. Они же все умнейшие. С трех-пяти лет они уже гении. Вот это-то. Зачем было. Первоначально. Посчитаем количество слабов. В каждой строчке. Пушкина бы это сюда. Он бы вот это бы прочитал. Он бы такие былины бы. Лепил бы. Сейчас он был бы уже этот. Былина. Этот самый. Сказитель. Пушкин. О. Не научили его. И он какую-то эту самую дурацкую. Эту капитанскую дочку. А попутно еще и этого самого. Анязина. Который застрелил друга. Вот. Смотрите. Все. Выходит со школы. Я просто не удержался. Поэтому я про морду написал. Вот это вот. Я фотографировал. И сейчас. Это Ольга. Про пять вопросов. Чуть ниже. Поверьте. Все было уже скроено. Сложено. Вот. Мне долго брат Юрий не хотел тревожить. Он только. То, что вы обвинили. Что он мне там. Кляузничает. То все. Он только позавчера мне прислал-то это. А я только это. Пару этих выбрал. А до этого только два абзаца. Так что зря вы не накинулись. Я надеюсь, что он вас простит. Вы же женщины. Я все считаю, что женщина родится. Это уже первая неудача в жизни. И главное. Вот. Я бы сразу застрелился. Если бы утром проснулся женщиной. Так вот. Это. Я сам фильм создавал. Вот он. Валерия Железа. Будут. Рассисад. Как у Железа. В моей местности. Это я одну фотографию сделал. Прямо с фильма. Потому что когда делал фильм. Стоял. Вот Сергей. Готовит к высылке. К отправке. А я значит и рядом. А потом забыл сделать нормальную фотографию. Пришлось прям с экрана. Вот. Светение однолетних абрикосов. Сразу многие вопросы снимаются. Согласны? Вот. Еще будем это проходить. Хотя. Часть у вас уже прекрасно знает. Сами могут уже лекции читать. Но я просто хотел сказать. Мне вопросы задают. А я это. Хотя бы с планами делюсь. Вот. Ну сравним. После. Или наравне с Сергеем. Самый раскрученный питомник. Сибири. Скажем так. Вот. И там еще десяток таких. Я вам показал. Это. Не самый худший. Специально. А то вдруг думаю это. Видели? Сравнили? Сравнили? Почему? Потому что у Сергея та же проблема. Вот это вот. Сегодняшняя. Я же говорю. Я торгач. Вот это я была приготовлен. Не дам. Смотрите. Кочек у меня штук сто. По саду. Штук сто. А это та самая фаина. Если вот это вот допустим. Это у меня Дар Небес. Да. С Европы. А мне задают вопрос. Помните? Это вопрос-то был с Европы. Вот этот. Видите? Вот этот. А будет Рассисан. А вот это вот значит. Европейский сорт. Дар Небес. Вот. А это другое. Ну. Характерный. Почему? Елена Саня была в шоке. Что вот это уйдет. Это. Она тут же. А давайте я соберу. Ну. Нашли. Нашли. Конечно. Вот такие. То есть. Это за первый сорт. А верхушки второй сорт. Вот. Любой институт. Даже не так. Если бы 30 лет назад. Вот эту кучку кто-то мне. Искал миллион рублей. Я бы сбегал в банк. Взял бы кредит на миллион рублей. Из этого выросли точно такой же сорт. Вот. Потому что. Обратите внимание. Вот. А он один на всей планете. А почему один? Вот. Смотрите. Да. Да. Я вот. Кстати. Оля и Наташа. Это вы. Кандидаты наук. Вы посетите Миразев. Успешные люди. Одна. По-моему. Москвичка. Очень мало. Юрий. По моей просьбе. Юрий. Брат. Собрал. Информацию о вас. Как-то. Почему. Не знаю. Видимо. Не любите. В отличие от этих. Которые. Любят сниматься покупальниках и без. Вот. То есть. Серьезные дамы. Вот. Поэтому. Я так уж к вам. Усредненно. Оля. Наташа. Через запятую. Да. Хотите. Выше. Витативный гибрид. Подарок. За то. Что вы согласились. Стать хотя бы зрителем вебинара. Моя задача. Вы знаете. Я вам еще к вам обратюсь. Все. И подтвердила. Елена Александровна. Которая знает Красноярск. И все. Все. Научивая богема. Все. Серьезные садоводы. Имеют личные питомники. Вот. Поэтому. Когда вы возмущали. Что у меня хорочки дорогие. Тут немало роль сыграло. То. Что. Действительно. Вы. Может быть. Не могли купить. Из-за их цены. 40 штук. Тысяча рублей. Вот. Поэтому. Я вас понимаю. А. Почему я так все это раздаю. Потому что. У меня. Одно и то же самое. Мне сейчас звонят. И говорят. Могу ли я. Это. Это. Я говорю. Можете. Вот. Только добавляйте. Мои фамилии. Ничего тут обидного нет. Вот. Поэтому. Я вам высылаю. Смотрите. Что выросло. Что-то достойное. Можете. Подавать. Меня упрекнули. Что я в госсредств не подаю. Потому что. Или вы не знаете. Какая-то идиотская. Подлая система. Нет. Вот. Выманены черенки. У. Семьи Чепкасовых. Уникально. Не хуже моих. Выманены черенки. У Чернобаева. Нет. У этого. У. Боднера. И когда мне Боднер. Все это рассказал. До сих пор. Он от науки. К нему приезжали. Делегации получил. Плюс лапша. Но лапшу хоть сварить можно. Поняли. Да. Поэтому я практически. На один из ваших вопросов ответил. Пусть он не Петербург. Пусть он. Семьи. 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 Где любой может заплатить. И получить все что он хочет. Вот. Может я ошибаюсь. А вы. Когда от меня получите эти же гибриды. Не такие. А вот такие. Это будет замечательно. Я одно хочу. Заводите питомники. На счете лучше зарабатывать. А задача. Моя и наша. Наша. Все кто имеет питомники. Вытесните. Я вам ниже покажу. Мошенников. С рынка. Поэтому я мечтаю. Когда приходит 20 сообщение. Еще питомник. Железо. По железу заложен. Еще. Видите внизу. Еще. У меня каждый раз праздник. Мне там на небе. Вернут все. Все деньги потраченные на детей. На инвалидах. Как вернут. Дадут право заниматься любимым делом. Вот все что я от неба жду. И вот получается так. От вас скромно. Поверьте. Я не буду говорить. У. Да. Это самое. Вот это. Даже никто не узнает. Если хотите. Фамилия, имя, адрес. Я та самая. Только что готовься. Это вы. А не кто-то под вашим именем. Сейчас это принято. Вот. Костички. Пожалуйста. Вегетативные гибриды. Пожалуйста. Вот это вот. Я почему. Почти ответ на один из пяти вопросов. Потому что. Я по другому не умею. Вы поймете. Пусть я даже сегодня не уложусь. Ну, потерпите еще вебинар. Ну, зато это я рассчитываю. С черенками, костиками. Извините. Сами сказали. Они не дешевые. Смотрите. Итак, Амур. Такой он был 20 лет назад у меня. Только появился цифровой фотоаппарат. Так. Если приглядеться. Приглядеться. Это у меня слабенький пример. Просто получилось так, что я получил письмо вовремя. Если Амур и глянуть. Второе поколение. Первое уже было. Видите вот эти вот. Он единственный из всех, которые имеют вот такие хвостики. Но он был еще, он был вот такого, первое поколение. Он начал округляться. Хвостики исчезают.